или всем привет друзья с вами криптовалют сегодня мы разберем рынок криптовалют также мы поговорим о джонни макафи о котором возможно многие забыли но помнят его прогноз по миллион долларов за один bitcoin 2020 году давайте разберемся но сперва мы разберемся с рынком криптовалют что с ним происходит практически рынок криптовалют стоит на месте по одной простой причине он не двигается да ну здесь было движение до выбили мы стопы и пошли наверх опять-таки вышли за пятидесятый моинг если мы удерживаемся сегодня выше пятидесятого мувинга то уже можно брать и рассматривать лонг до 8000 долларов за bitcoin откуда такая модель модель такая от нефти до от других инструментов которые не раз показывали что когда например bitcoin здесь тоже выходил тоже он касался одного из мувингов и потом шел ниже точно такое же и точно такая же модель вполне может быть и здесь тоже опять-таки если мы берем что-то подобное вот здесь у нас тоже пятидесятый мувинг высоты то есть здесь конечно то все было наоборот один из мувингов а именно пятидесятый был наоборот внизу а двухсотый вверху но в принципе модель одна и та же модель практически одна и та же цена вышла наверх отбилась она от двухсотого мувинга да и потом пошла вниз то есть нечто подобное оно было два раза вот раз вот два поэтому в принципе я жду как и на нефти параллельно если вы посмотрите нечто подобное нечто подобную модель а при этом мы имеем одинаковое количество лонговых и шортовых позиций если даже посмотреть на других биржах и поэтому очевидно что нечто подобное вполне может реализуемо быть здесь и вполне почему бы и нет по сути что нам нужно для того чтобы определенно пойти наверх нужно еще загнать шортистов да нужно чтобы многие думали что мы пойдем сейчас вниз но при этом крупный игрок чтобы еще набрал ликвидность когда мы определенно будем идти на 8000 долларов когда мы пробьем такую отметку уже на данный момент это сопротивление 7400 долларов да и уже выйдем сюда но я считаю что не нужно этого ждать нужно просто посмотреть как мы здесь закрепимся в конце дня до я думаю что все из вас знают что дневка заканчивается в три часа по мск и естественно пойдем сюда наверх то есть в принципе мой вариант мой сетап он очевиден мы кстати заработали на zero x где-то будет здесь скриншот и пока что вот сидим ждем что будет дальше ждем силу биткоина и будем дальше принимать решение то есть заработать можно почему бы сейчас не зарабатывать мы не холдеры нам нужно забирать движение которое дает рынок и в дальнейшем уже смотреть по сути когда он дойдет до 200 мувинга возможно многие будут ждать что он закроет гэп биткоин гэп напомню вам на cme у нас открыт это 8200 долларов но возможно этого не будет или будет ложный выход для трейдеров это бычий сигнал ложный выход за 200 мувинг естественно дальше мы пойдем вот так вот быстро вниз зона поддержки которая у нас уже сейчас есть на самом деле ее нету почему здесь потому что выбивали стопы и по сути зон поддержки здесь как таковой нету но уже достаточно будет того если биткоин падает ниже 6400 долларов то уже это естественно медвежий сценарий который сулит собой даже поход на 4000 долларов то есть это еще никто не отменял это еще не поздно сейчас то что есть мы берем движение в дальнейшем мы будем смотреть если мы говорим про джона макафи который сначала говорил что биткоин будет 500 тысяч долларов в конце семнадцатого года потом изменил прогноз на миллион долларов то по итогу крипто барон джон макафи сейчас в данный момент убежден что манера и менее известные монеты конфиденциальные до приватные монеты такие как манера zcash dash они будут в принципе в кризисе на фоне ковид 19 они выживут да и он также назвал еще две монеты это safex и apollo одна из них вот apollo я посмотрел она находится за двухсотом короче почти на трехсотом месте по капитализации монеты капитализации всего лишь там 11 миллионов долларов и практически вот так вот она ходит она торгуется на неизвестных мне биржах это диджи феникс это битмарт это другие биржи систем коин это бирже отбросы бирже которые в принципе могут манипулировать инструментами в открытую до любыми монетами любими любыми вообще щиткоинами там могут проводиться манипуляции отмывания денег и так далее и тому подобное поэтому понятное дело что с этим лучше не связываться но также джон макафи сказал что в принципе это все-таки идеальный вариант для инвесторов которые ищут убежище во время надвигающегося финансового кризиса ковид 19 ну то есть он просто взял и порекомендовал те проекты которые ему платят да то есть монета которая естественно стоит бог знает где на 300 месте по капитализации конечно ему заплатили и естественно он ее пиарит по поводу значит биткоина что думает джон макафи он говорит что биткоин вообще не совершенен он заявляет что у него вообще новые фавориты да на фоне вот ковид 19 у него вообще другие криптовалюты и биткоин это нечто отстающее да хотя раньше макафи говорил что купите хотя бы один биткоин то что биткоин на фоне инфляции это вообще лучшее средство диверсификации вообще лучший хедж и по итогу что мы видим то что не короче все джон макафи забирает свои слова обратно то есть джон макафи видимо перестал пиарить биткоин и пиарит свои проекты свои криптовалюты или криптовалюты тех разработчиков которые ему очень хорошо платят и за это он в принципе готов уже обливать биткоин грязью и отказываться от своих слов также в принципе что он говорит то что правительство не смогут его отключить джон макафи запустит криптовалюту ориентированную на конфиденциальности ну здесь говорится о блокчейне то что вообще не смогут этой криптовалюты отключить вообще эту криптовалюту никто не запретит и новая криптовалюта будет доступна на децентрализованной бирже она будет на право в стеке напомню вам что это не майнинг а майнинг the proof of work у нас proof of stake это значит стекинг криптовалюты то есть за ваше пользование то есть грубо говоря вы включили компьютер да на кошельке холодном у вас есть криптовалюта если кошелек поддерживать стекинг и сама криптовалюта на proof of stake то естественно вы сможете да получать новые коины генерировать грубо говоря да и естественно также он завел что его новая криптовалюта это гост это призрак это монета подтверждающая конфиденциальность которая делает вас призраком при совершении сделок в интернете то есть также там доступны атомные свопы на macafe dex это его видимо децентрализованная биржа и вы сможете торговать в паре к биткоину bitcoin кэши эфириума ну то есть практически макафи занялся новым проектом биткоин не интересует практически все что макафи говорит о биткоине это то что новая криптовалюта будет к нему торговаться поэтому что можно сказать то что действительно многие люди в семнадцатом году поверили поверили действительно в биткоин по миллион долларов но при какой-то супер гипер инфляции если доллар будет стоить ничего то вполне вот вот эта шутка про миллион долларов она может стать явью то есть если один доллар это будет как один цент то вполне bitcoin может иметь такую стоимость то есть вопрос стоит о том что будет доллар дальше да насколько он будет укрепляться на сколько будет у нас вообще положение в мире хорошее нехорошее плохое неплохое то есть это очень важно по итогу что мы можем сказать то что чтобы bitcoin стоил 1 миллион долларов это нужно триллионная капитализация биткоина это практически все деньги мира нужно бить лишь в один bitcoin они капитализацию всего рынка если мы говорим про капитализацию всего рынка то здесь нам необходимо влить практически триллион долларов она в зависимости от того что будет с bitcoin доминанс чтобы bitcoin хотя бы вернулся на те значения которые он имел в значит декабре семнадцатого года то есть декабре семнадцатого года напомню вам что биткоин имел стоимость двадцать тысяч долларов поэтому я считаю что выливать деньги сюда нужно будет очень серьезные опять-таки считаю что капитализация так или иначе рано или поздно через год два три пять десять будет один триллион долларов до капитализация биткоина и bitcoin доминанс тоже будет на хороших значениях не ниже сорока процентов будут новые проекты будут проекты которые будут приходить но все те проекты которые сейчас приходят и пытаются ворваться в топ это либо какие-то значит проекты которые были до значит хайпа биткойна то есть например и вас да он появился у нас вот этот проект он появился на семнадцатом году перед хайпом у дэн ларимера есть много денег ранее он держал и держит вернее такие проекты как steam и bit shares а теперь и ос его фаворит то есть он держит его в топе естественно с отсюда могут перелиться деньги в новые проекты якобы под там не знаю тем что мы боремся с коронавирусом смотрите у нас там новые маски вот эта монета там помогает покупать маски по скидке или еще что то то есть какую-то дичь придумают чтобы вогнать в топ криптовалюту а вот это ты его запустить то есть это все бывшие разработчики то есть монет естественно такое возможно то есть топ может меняться он будет меняться в топе вот на первом месте как никому не ходи это будет bitcoin хотите вы этого или нет а все остальное будет меняться то есть и это действительно так по итогу что можно сказать ну вообще прогноз джон макафе он ни разу не сбылся да это во первых во вторых джон макафе ушел пиарить сторонние проекты вплоть до того что создал естественно свой проект гост и свою децентрализованную биржу и по итогу можно сказать что конечно ему платят разработчики сторонних монет чтобы он их пиарил якобы эти монеты имеют какую-то высокую степень защиты до чтобы производить оплату там но смотрите эта монета торгуется всего лишь на раз два три 4 5 биржи да и на пяти биржах естественно ее покупать вливать туда деньги или как-то ну пытаться проще вообще это все делать биткоинах в эфириуме или в другой криптовалюте которая не так особо кстати волатильна вот если мы будем брать биткоин он в отличие от альткоинов не волатилен и вы спокойно можете просто проводить транзакции ну или xrp xrp вообще стоит на одном месте там коридоры которым она торгуется вечно там 17 теряет там 19 центов соответственно мы еще не говорим про донные значения в почти 10 центов куда проваливалась монета поэтому есть другие альтернативы ну а джон макафи а просто вовлек всех в биткоин сделал такой хайп подогрел хайп и сейчас потирает руки и пиарит сторонние проекты вплоть до того что создал конечно же свой ну и напоследок скажу что не нужно расстраиваться по поводу того что биткоин там не вернется на 20 тысяч долларов несмотря там на то что мы трейдем несмотря на то что мы всегда там я порой говорю что биткоин упадет что биткоин принципе обновидно у меня есть позитивный конечно сценарий на то что в будущем конечно биткоин будет стоять больше с учетом хаулинга с учетом оборудования за асик устройства 3000 долларов будут просить в мае битмайн мы будем видеть естественно повышение хешрейта уже не сразу но будем видеть то есть спрос на биткоин а как этот спрос создать это нужно чтобы биткоин рос как инструмент то есть больше и больше то есть 3000 долларов асик устройства биткоин должен стоить в 45 раз дороже поэтому чтобы его было очень интересно майнить им заниматься то есть нужно чтобы инструмент рос нужно к нему подогревать интересно но пока что мы видим слабую волатильность принципе рынок выдвинули наверх но пока что ждем чтобы он пошел чуть дальше то есть если это будет возможно мы проторгуем если нет то не проторгуем будем смотреть что будет дальше все всем начинка и до встречи